В столице Заполярья продолжается вакцинация медицинских работников от новой коронавирусной инфекции. Она проводится по субботам. О процедуре вакцинации, а также о состоянии привитых в следующем материале моей коллеги Натальи Дуркиной. В Ненецкий округ доставлено 38 доз вакцины от коронавируса ГАМ-КОВИД-ВАК. На начальном этапе данным препаратом будут вакцинировать медицинских работников, которые контактируют непосредственно с пациентами, у которых был диагностирован коронавирус. В минувшую субботу были привиты еще 15 человек. Это врачи и медсестры. Нам поступила вакцина, которая разработана институтом Гамалеи. Это вакцина, которая разработана так называемым биотехнологическим методом, без использования непосредственно патогенного вируса. И вакцина поступила в количестве 38 доз. Прививание осуществляется двукратно с интервалом 21 день. Есть показания, есть противопоказания. При отсутствии противопоказаний медицинский работник проходит необходимый осмотр. Его заносятся паспортные данные специально в систему, которая разработана Министерством здравоохранения. И после этого осуществляется непосредственно первая вакцинация. В последующем медицинский работник наблюдается, и через 21 день вакцинация повторяется. Вакцинация проводится по субботам. Сначала медицинский работник проходит медосмотр. В отсутствии противопоказания идет на прививку, которая вводится в плечо. Далее за вакцинированными медработниками будет установлено динамическое наблюдение, которое продлится три недели. Вакцина приходит к нам замороженной, то есть ее необходимо хранить в морозилке. При температуре не выше минус 18 градусов. Прежде чем провести вакцинацию, мы достаем вакцину из морозилки. То есть она должна дойти до нужной температуры, разморозиться, и только потом проводим вакцинацию. Медицинскую помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 60 медицинских работников. Это врачи, медсестры и техперсоналов. В прошлую субботу, 10 октября, прививки сделали 6 медработников. Все они чувствуют себя хорошо. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.